Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шаститко, и вы видите замечательный девайс, который называется GXDS5800, а именно это, если вы не посмотрели предыдущее видео, то есть анпакинг, анбоксинг 3G Phone Game, то есть это и телефон, и игровая приставка, и андроидовский планшет, и все это вместе взятое, плюс еще аппаратные кнопки, плюс еще эмуляторы, и если, опять же, вы не посмотрели предыдущее видео, напомню, что это все приехало с сайта tinnydeal.com, его описание, линк на сам девайс, линк на сайт, есть и в всплывающих подсказках в аннотациях, и в описании видео, поэтому смотрите, и напомню, что с сайтом tinnydeal.com меня связывают долгосрочные, скажем так, отношения, я уже не первый товар, который покупаю, этот товар в данном случае уже был заказан на европейский адрес, и пришел, чему я очень рад, вот предыдущая версия вот этого девайса, это GXDS5300, тоже игровая приставка, хорошо так послужила мне в работе, поэтому теперь здесь коробочка, я ее вот сюда вот в коробочку положу, ну и, собственно говоря, остальные описания, описание, напомню, того, что называется конкурсом, условия конкурса, выигрыша и так далее и тому подобное, вы все это, опять же, найдете в описании, читайте описание к видео, смотрите аннотации, кликайте аннотации, смотрите, достаем из коробки GXDS5800 и, конечно же, заходите на сайт tinnydeal, где вы сможете купить такую замечательную девайсину или какую-то другую. Ну и напомню, что это игровая приставка с эмулятором, да, с телефоном, причем с двумя сим-картами, все это дело построено на соке, да, System on Chip MTK6582, Quad-Core, 1.3 ГГц, замечательный процессор, 5-дюймовый IPS-овский экран с матрицей 960, если я не ошибаюсь, на 540, все это дело гоняется на двухъядерном графическом чипе Mali 400, да, MP2, ну, понятно, что 1 ГБ памяти, 8 ГБ хранилища, все замечательно, я его уже погонял и хочу сразу сказать, что в производительности Antutu он показывает 17 тысяч, конечно, это далеко до Nvidia Shield, который гоняет до 37 тысяч, но все равно, то есть, да, то есть, как бы для среднего класса, для производительности весьма и весьма отлично, он показал, там, типа, лучше, чем 60% других устройств, хорошая производительность, да, ну и, соответственно, сразу начнем с телефона, я напомню, что здесь 3G-шный модуль есть, причем этот 3G-шный модуль на две симки, и я покажу сейчас, как этим пользоваться, ну, задняя крышка, в отличие от предыдущих моделей, снимается, и мы получаем доступ к съемному, если бы она еще снималась слегка, эти вот защелки достаточно крепкие, сделали, я одну уже чуть не отломал, усердствую, вот, таким вот образом, целые всем, это хорошо, вот наш аккумулятор, мы его достанем, и, обратите внимание, здесь у нас вот такой вот, да, то есть, распиновка, показывается, что вот вы можете установить микро-SD-шку, и дальше у нас есть SIM1 и SIM2, которые можно поставить, я, соответственно, их и поставлю, например, вот у меня будет SIM1, правильно, неправильно, вот таким вот образом, да, вот так вот, это будет у меня SIM1, у меня уже все на микро-SIM-ах, не нано, но на микро, да, то есть, поэтому, вот такая вот беда, да, вот так вот, и второй будет у нас, как ставится, вот таким вот образом ставится, это уже вот так вот, вот, отлично, вроде все получилось, закрываем, еще чем порадовал девайс, ну, кроме того, что с ним можно пообщаться, поиграть на нем, порадовал девайс очень быстрой скоростью старта, не знаю, что GXD с ним сделало, так, а тряпочка у нас где, а то я уже наследил, а тряпочки-то у нас, а нет, есть, вот она, у нас замечательная наша тряпочка, 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 стартует, да, так вот, очень радует скорость запуска, вот вы видите, как поднялась две SIM-ки, первая из которых, вот два, вторая из них, Keystar, да, то есть, и, соответственно, все настройки, Close, я теперь могу делать самые простые вещи, да, то есть, я могу позвонить, и вот режим телефона, он просит, выберите дефолтный слайдаун, дефолтные карточки будет у нас, вот это вот, и, соответственно, интересно, можно самого на себя позвонить, вот, ладно, нельзя, не будем, и я позвоню лучше себе, 380-67 на работу. Да, надо было бы громкую связь включить, включить громкую связь. Где? Алло? Вот вы видите, идет звонок, скрытый, супер, это не может не радовать. Кладем трубку, то есть, вот таким вот образом, история, мама, я говорю, по лопате, всем известна, мама, я говорю, по игровой приставке, теперь будет тоже правдой, поэтому для тех, кто увлекается и играми, и хочет иметь один девайс на все случаи жизни, да, то есть, как бы, GXD S5800, отличная штука, заходим на дорогой, любимый сайт Tiny Deal, по линку внизу, да, то есть, или в аннотациях, и заказываем, если на то хотите, цена, конечно, в 2-3 раза ниже. В Украине она на 50 долларов отличается от заявленной цены на сайте. Вот таким вот образом это все дело работает, но, сейчас скажу самое главное, когда вы получите эту приставку и начнете с ней работать, вы попробуете сразу же запустить, что, да, правильно, тут есть Game Center, тут есть эмулятор Store, и тому подобное, и у вас ничего не получится. Почему? Потому что, я так понимаю, отправляя в Европу или в Штаты такие приставки, и добавляя туда эмуляторы и образы для эмуляторов, китайцы что-то нарушают, скорее всего, какие-то авторские права, поэтому на самом сайте GXD лежат все необходимые эмуляторы, лежат все необходимые образы, вообще весь контент. То есть, вам приезжает устройство, на котором находится, я напомню, да, то есть, как бы, 8 гигабайт хранилища, из них почти 5 гигабайт свободных, и они пустые, да, то есть, что вы делаете, правильно, вы идете на соответствующий сайт, а вот вы видите тот самый сайт GXD, ну, давайте с самого начала начнем, я сказал сначала, а вот, вы видите сайт GXD Hong Kong, HK, ну, тут можете посмотреть, может быть, что-то еще выберите, тут неплохие планшеты, видите, вот 6582 на таком же процессоре, и другие телефоны в том числе, то есть, правда, тут Dual Core был, а у нас Quad Core, ну, неважно, да, странно, что не пишут Dual Core, вот, кстати, игровая приставка, стоять, уехал. Ладно, не в этом дело, дело в том, что да, да, Telkin, хотите поговорить с такой милашкой, нет? Зря, посмотрите, какие у нее косички, такая прям школьница китайская, что, неужели, да, Dual Core, а, 6572, или это я промахнулся просто, памяти процессора мало, ну, и, наверное, смешные цены, неважно, важно то, что вы заходите на сайте, на вещь, которая называется Download, вот тут в продуктах, выберите все, что угодно, и обратите внимание, вот сразу, кстати, реклама, тут Quad Core, да, и смотрите, первым же идет фирмвей, S5800, на самом деле, это не фирмвей, это 2.4, там, гига архивный файл, в рарах, качать будет долго, потому что, я не знаю, там, китайцы, наверное, не предусмотрели большой наплыв людей, качать будет долго, но самое важное, что вы потом распаковываете, и кидаете его на устройство, просто в корень сторожа, про сторож тоже есть отдельная история, самая интересная из этой отдельной истории, состоит в том, что, я про кнопки не рассказывал, я по дороге расскажу, вот, да, кнопочка Home, вот аппаратная эмуляция, все это в обзоре распаковки есть, еще раз посмотрите, не буду повторяться, интересное есть в том, что китайцы молодцы, ну, в данном случае GXD молодцы, которые сразу поправили прошивку, после того, как они исправили прошивку, смотрите, в чем получается фишка, есть Internal Memory, которая получается, да, то есть, как бы, и обратите внимание, есть одна SD-карточка, и есть вторая SD-карточка, а вторая SD-карточка, это фон сторож, но он почему-то идет не первой, как обычно, а именно действительно второй, в чем прикол, да, то есть, как только вы вставили какую-то SD-карту, система автоматически ремонтирует все на нее, то есть, как бы, та, которая внутренняя, становится второй, прикол получается в том, что все вот эти проблемы, связанные с тем, когда на андроиде, там, локальной памяти мало, а SD-карточка стоит, но игрушки все равно хотят установиться в локальную память, и тому подобное, отпадают сами по себе, правильно, потому что сам девайс, это все автоматически перемебливает, за что китайцам большое спасибо, и я смог успешно все установить, и так далее, не заморачиваясь, там, с ремейпингом, и тому подобное, поэтому перед тем, как выполнять процедуру, описанную мной, а именно процедуру, связанную с тем, что скачали, вот то, что называется фирмвэя, на самом деле контент, и кинули в папки, изначально лучше всего киньте в, вернее, поставьте в девайс SD-карточку, и уже сразу на SD-карточку будете кидать, система будет считать своим, да, это супер, ну и дальше пойдем уже по плану, по какому плану, ну, для чего вообще этот девайс изначально нужен, как я его использовал, естественно, как телефон я его еще не использовал, вернее, не использовал, потому что руки еще не дошли, а все предыдущие варианты, вот тот же S5300, и тому подобное, я использовал в дороге для трех вещей, первое, почитать, на почитать у китайцев сразу установлены в баридер, опять же, за что им большое спасибо, я не думаю, не надо показывать, что такое в баридере, как им пользоваться, кто, у кого-то свои другие предпочтения, я предпочитаю в баридер на всех устройствах, сейчас его довели до ума, и он не может не радовать, да, второе, я всегда использовал это дело, как на посмотреть фильмы, или же на послушать музыку, поэтому, сразу установив MX Player, я могу замечательно смотреть видео, да, я тут постарался подогнать различные видео, и нашел на самом деле у себя отконвертированные, в МВшные файлики, ну вот, например, Терминатор 2, но они HD, но они такие, слабенькие HD, поэтому я взял свеженький Castle, думаю, вы смотрите этот сериал, там симпатичная девушка, играя главную роль детектива, Агент Беккет, Кейт Беккет, вот, думаю, посмотрите, кто не посмотрел, вам повезло, у вас есть 6 сезонов, теперь потраченного времени, на посмотреть, я начал посмотреть, там, вот, Терминатор, чего-то зацепился, и вспомнил, обратите внимание, что это у нас, вот, вот этот вот как раз момент, не знаю, помните вы или не помните, кстати, очень удобная штука, промотка, вот так вот клавишами можно все это дело, смотрите, видели, не видели, не, узнаете, это Терминатор 2, один из моих любимейших фильмов, так, а вот молодой Джон Коннор, достает девайс, которым хакает банкомат, чуть-чуть назад, вот он, вот он, вот он, так, Джон, вот он, смотрите, банк, он вставляет специальную карточку, и, соответственно, подключается, вы видите, этот логотип Атари, это одна из первых игровых приставок, ну и вообще компьютеров, да, и первых персональных, компьютеров, я чего хотел сказать, о том, что у меня этот девайс, тоже есть, вот он, такой замечательный, обратите внимание, я почти как молодой Джон Коннор, в детстве я хотел иметь такой девайс, в общем-то, это меня, и подвигло на всякие мобильные, корпоративные, игровые и так далее, приставки, узнаете, да, вот он, смотрите, какая классная штука, кто не видел, посмотрите, у меня на канале есть отдельный раздел, называется IT-музей, и вот в том числе, эта вещь, эта вещь работает замечательно, то есть у нее есть адрес бук, у нее есть калькулятор, описание этой вещи, да, у нее есть дневник, у нее есть редактор, у нее есть даже электронные таблицы, вот, редактор всего, да, то есть как бы, что нужно, плюс вы можете выключить, и у нее есть еще расширение в виде карточек, смотрите IT-музей, а тут молодой Джон Коннор уже хакнул банкомат, знаменитая фраза, изи маны, где он тут, забирает, вот, вот он, вот он, смотрите, вот он говорит сейчас, изи маны, вот, что ж, видео, как вы видите, идет хорошо, да, то есть как бы, другой вариант, вот у нас мы можем посмотреть на, замечательную, Кейт Бекет, и ее, напарника, Касла, у чувака тут, в этой серии, крышу сорвало, она была блондинка, и стала ближе, к брюнетке, вот такие вот вещи, видео, как вы видите, идет хорошо, но для того, чтобы уже окончательно убедить вас в том, что, это было, кстати, HD-видео, для того, чтобы убедить вас, что видео идет просто супер, я запущу еще одну утилиту, эта утилита называется, DLNA, так, давайте посмотрим, какие девайсы у нас доступны, да, у нас доступны различные DLNA сервера, вот у меня большой компьютер, локальный медиа сервер, и еще один нюк, да, здесь же мы видим различные рендеры, что, кстати, странно, что не видим телевизора, ну и бог с ним, и можем зайти в library, как нафиг, почему нафиг, почему динай, ладно, не важно, хотел показать, а как идет оттуда видео, но, в принципе, не обязательно, да, еще раз, HD видео бегает на ура, то есть, это полноформатная 1080p, с хорошим качеством, размер файлов 45 минут, занимает полтора гига, вы можете здесь все это дело работать, то есть, как бы, и, соответственно, выбирать HD декодер, ну, учитывая возможности самой системы, отлично справляется, то есть, напомню, что в системе стоят чипы Mali 400, да, двухъядерные, поэтому все аппаратные декодеры поддержатся, это, кстати, файл mkv, ну, вот мы можем посмотреть, есть тут, нет, properties, mkv, 920 на 1080, 43, encoding, mo, поток, фреймы, 48 кГц, то есть, у нас все по-хорошему, отлично справляется приставка, в принципе, и предыдущая неплохо справлялась, но это справляется отлично, а что же делать, если мы говорим о том, что надо посмотреть на большом экране, раньше у меня был здесь разъем, кстати, я же не закрыл, что ли, закрыл, просто так не очень качественно прилегает, а раньше у меня здесь был разъем, да, здесь был разъем у той же S5300, вот он, видно, не видно, фокусируйся, мини-HDMI, не микро, мини-HDMI, я подключался, то есть, кстати, карточку я снял отсюда, я подключался к телевизору, и мог смотреть HDMI-ные телевизоры, например, в отелях, где я останавливался, даже дома мог подключиться, если фильм какой-то не досмотрел, и тому подобное, здесь этой штуки уже нет, но есть другая штука, эта другая штука называется, очень просто, правильно, эта штука у нас называется, Miracast, Miracast, это такая вещь, которая позволяет вам транслировать все, на Wireless Display, вот он у нас, Wireless Display, он ищет, сейчас я его включу, и он будет искать девайсы, вот он, один девайс, Push TV, он нашел, это мой девайс, под названием, Netgear, вон он, давайте я подъеду, вот видите, на фоне джойстика от Xbox, обыкновенного джойстика, примерно размера вы можете оценить, а вот он лежит, я специально положил его на таком фоне, чтобы удобнее было делать, и соответственно, сейчас я подключусь к телевизору, там меня видно, не видно, давайте включим телевизор, видео с телевизором, я думаю, вы тоже видели, так, это вообще у нас Xbox, Xbox нам не надо, а где у нас работает, нет, нет, по-моему, у нас работает на HDMI 1, соединение, что, не работает? не может быть, не может быть, это он просто стартовал, поскольку он, прикол состоит в том, что сам девайс, да, вот эта коробочка, берет питание от самого телевизора, то есть он подключен к USB, ну, вот мы видим сейчас телевизор, вот мы видим, как я подключаюсь, видим, не видим, как я подключаюсь к девайсу, я к нему подключился, кстати, сами устройства Miracast вы в большом количестве на том же Tiny Deals можете купить, начиная там от 15 долларов и выше, причем такие разъемы типа USB флеша, которые втыкаются сразу в HDMI выход, мне это не совсем удобно, потому что я подключаюсь к различным проекторам, проектор может стоять черт и где, до него можно не дотянуться и так далее и тому подобное, ну, в общем, масса нюансов, да, ну, давайте выйдем и, соответственно, опять продолжим просмотр, давайте еще раз посмотрим на нашу Kate Beckett, вот вы его видите, то есть, как бы, качество есть, да, то есть, процесс идет, паузу остановим, замечательно, поэтому, если у вас есть возможность, да, то есть, я думаю, что китайцы, на самом деле, скоро все телевизоры начнут устраивать Miracast, да, то есть, и это будет за это большое спасибо, но пока технология, как вы видите, развивается, то есть, это стало частью Intel-овски и Wi-Di, про Wi-Di тоже у меня и про Miracast есть, и про тот же, в том же Dell'е Miracast используется и тому подобное, поэтому, смотрите, ну, и что еще может порадовать, или чем еще может порадовать GXDS 5800, естественно, игрушками, для игр он и предназначен, я тут поставил уже пару своих любимых, игр, это Dead Trigger, это Most Wanted, да, NFS, ну, кстати, кто не верил про производительность, вот, пожалуйста, можно посмотреть, 16, 725, вот, статус машинки, кстати, в предыдущем видео я говорил, что камера внешняя 5 мегапикселей, в действительности написано на сайте 5 мегапикселей, когда приехала, оказывается, она уже 8 мегапикселей, хотя снимает она как 6 мегапикселей, ну, прикол, приколом, да, еще большое спасибо GXDS сразу за root access, память, storage, internal storage, все это вы видите, работает, вон, junk files, процессор, ядра, частота, можно увидеть, насколько тот или иной процессор сейчас нагружены, они сейчас действительно нагружены, кстати, потому что работает все тот же Miracast, да, вот вы его видите, я забыл отключить, с Miracast там есть некоторые проблемы в тяжелых игрушках, он все-таки забирает тоже процессорное время, и силы, скажем так, процессора, но это уже совсем другая история, а мы переходим, так, сейчас, где же ты, мой Miracast, я хочу выключить тебя, в хорошем смысле этого слова, выключили, поехали дальше, а дальше у нас, что, правильно, а дальше у нас игрушки, давайте посмотрим Most Wanted, на самом деле, я хотел показать Most Wanted, и тому подобное, не для того, чтобы, там, показать, как она играет, понятно, что при таких показателях и такой графической карточке, все-таки, два ядра Малии 400 по 500 МГц, это что-то-то значит, игрушка заточена под такие примерные игры, то есть, ведет она себя адекватно, неадекватно, она себя будет вести, где? Правильно, пацаны из Electronics Art, наверняка, ни черта не знают, про то, что выпускает GXD, и поэтому, если посмотреть на GXD, да, то есть, как бы вы увидите, что можно, на настройке, вернее, NFS, можно увидеть, что наклонять, и так далее, устройство, либо выполнять режиме touch, либо же, MOGA Controller, но это не MOGA Controller, она себя не выдает за MOGA Controller, что очень плохо, но не все так плохо, как кажется, ой, ну, почему не все так плохо, как кажется, потому что, мы можем использовать, давай, старт, 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 ай-яй-яй-яй-яй, старт, мы можем использовать для игры, как я уже залапал, такой классный 5-дюймовый экран, с разрешением, 960 на 540, да, IPS-овский, мы можем использовать, вот что, смотрите, вот наша пошла гейма, а теперь мы нажимаем вот тут кнопочку, и настраиваем, да, под каждую игру, то, где, что будет происходить, да, то есть, теперь у меня, вот эта кнопка, это повороты, потому что, ой, потому что я тут увлекся, а где у нас газ, и вот это, ага, нитро, ух, а нет, это был не машин, это было просто, ой-ёй-ёй, ой-ёй, 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 ой, это я гоню, ну, в смысле, в хорошем, что я гоню, вернее, в плохом, медленно гоню, медленно минуты уплывают вдаль, от ракет пощады ты не жди, и хотя Америке немного жаль, а у японцев это впереди, скатерти, скатерти, его едкий дым стелется и упирается прямо в противогаз, так, никто не знает этой песенки, да, это замечательно, ой-ёй-ёй-ёй-ёй, что сейчас, не успеваем, да, а успеваем, слушайте, успеваем, 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 о, полицейские нас почти догнали, но не получится, пацанам, страшно? Мне тоже страшно, не успеем, да? Да, похоже, что не успеем, кто? Я случайно нажал на тормоз, это ж капец какой-то, всё, проиграл, да? Ещё раз хочу показать вещь, да, то есть, как бы вы можете настраивать, то есть, это было и в других приставках, в той же S5300, если вы хотите настроить, то есть, там была другая комбинация, здесь эта комбинация вынесена, и вы устанавливаете каждые клавиши, как они будут срабатывать, где они будут срабатывать, там это будет вращение или работа, и так далее. Ну, и что бы хотелось ещё сказать, да, то есть, как бы, ой, ты сюда, R1 и L1, ещё хотелось бы сказать, так, exit save, если вы хотите посмотреть, как здесь бегают другие игрушки, я всегда жзав, вы знаете, пишите в описаниях, в комментариях, под этим видео, смотрите, чего вы хотите здесь ещё увидеть, но опять же, процессор достаточно мощный, скорость работы, достаточно хорошая, тот же Dead Trigger, кстати, настроен под работу с клавишами, то есть, аппаратными клавишами системы, ну, и главное, то есть, зачем мне эта приставка, я люблю не сколько новые игры, сколько старые игры, и одна из самых, там, любимых вещей, да, это эмуляторы, здесь, опять же, если вы зашли на сайт, как я рассказывал ранее, GXDHK, и скачали оттуда то, что называется фирмвэя, на самом деле, просто набор эмуляторов, правильно их разложили, здесь вы видите большое количество эмуляторов, и здесь вы видите то, что называется Game Center, отличие этого варианта, да, от 5300, да, состоит в том, что среди эмуляторов появился отличный эмулятор, правильно, PSP, да, то есть вы видите теперь игры, которые у вас загружены, вы можете их грузить в режиме тех же торрентов, да, то есть и загружать, то есть вот, пожалуйста, игры PSP, вот игры PlayStation, Falcon, да, то есть, ну и то, что они называют аркадами, различные другие платформы, все это, еще раз хочу напомнить, вы можете забрать вот с этих сайтов, что вам больше всего нравится, да, либо просто положить соответствующую папочку, и сошник, если у вас есть, я думаю, опять же, что показывать не буду все, все, что вы захотите, вы сможете увидеть, да, там, ну давайте тот же Most Wanted, хотя есть и на, это старый, это предыдущего, да, тот, который 2005 года, помните, yes, то, что вы хотите увидеть, да, какие эмуляторы, да, то есть, в данном случае, тогда спрашивали, а будут играть там, какие-то PS-овские игры и тому подобное, кстати, PS-овские намного быстрее теперь идут, хотите увидеть, хотите услышать, пожалуйста, пишите в описании, в комментариях, спрашивайте, какие игрушки показать, плюс-минус, там, две-три игрушки, с платформой, я постараюсь показать в следующем видео, напомню, что к следующему видео будет тоже продолжаться конкурс, поэтому участвуйте в конкурсе, под подробности конкурса, вот так, хватит мне тут кататься, подробности конкурса вы сможете найти тоже в описании, зарабатывайте баллы, получайте так, старт, получайте призы, выигрывайте там и случайным образом, и просто по месту, все будет классно, ну а вот, кстати, единственное, что здесь с эмулятором что-то не так, это вопрос, старт, что надо нажать, а, он сам включится, это вопрос звука, что-то здесь со звуком, действительно, ну, go, go, ну, ну, вот вы видите, как он ездит, машина весьма, весьма динамичная, ой, это был тормоз, а где же газ, это смена вида, так, подождите, где, где мой газ, о, вот он мой газ, что он только медленно как-то разгоняется, мне подсунули фальшивую машину, динамика отличная, то есть, те, кто любят игрушки на PSP, ну, опять же, да, надо проверять, я вот попробовал, Metal Gear, не получилось, единственное, что динамика отличается от игрушек, так, назад, ага, вот назад, от игрушек, андроидовских, но, той же Need for Speed, но все равно играть можно, гонять можно, для тех, кто очень любит гонки и проходил эти гонки по много раз, я знаю даже, что есть и девушки, которые очень любят гонки, можно будет поиграть, он и полиция за нами уже едет, ну, совсем страх потеряли, ах, я молодец, ладно, вот, таким вот образом, exit to menu, замечательная приставка, напомню, что это было GXDS5800, до этого вы можете посмотреть анбоксинг, теперь мы посмотрели, что она из себя представляет с точки зрения телефона, как ее быстренько настроить, и что нужно забрать с сайта GXDHK, каким образом вы можете, сразу установив SD-карточку, получить дополнительный эффект, спасибо прошивкам китайских товарищей, эмуляторы, да, кстати, об эмуляторах я еще хотел показать один момент, ну, подробнее расскажу дальше, вы здесь можете увидеть в настройках все эмуляторы, которые у вас там установлены, и можете их сразу устанавливать, обновлять, перенастраивать, и так далее, то есть, это то, что вот называется Happy Chicks, Chicks, кстати, она есть и под iOS, ну, что-то она у меня глючит под iPod, не знаю, да, то есть, надо еще попробовать ее погонять и на NVIDIA, оно вот с прошивкой, идет замечательно, работает замечательно, спасибо GXD, я абсолютно доволен, и опять же, спасибо Tini Deal за то, что они вовремя и быстро, 10 дней всего понадобилось, чтобы оно пришло из Гонконга, дошли посылки, без всяких проблем, ну, в Европу вообще пришла просто обыкновенной почтой за 10 дней, все, с вами был я, Игорь Шестилько, смотрите описание, читайте подробности про конкурс, читайте про розыгрыш, читайте подробности про железо, смотрите другие видео, в том числе, и про предыдущие приставки, вот они, в том числе, и про IT-музей, и про многое другое, на канале всего, много интересного, я постоянно добавляю информацию, поэтому, да, кстати, я тут еще положил телефон, для того, чтобы сравнить, и забыл сравнить, по размеру, это 5,6 дюймов, ну, так, на всяк случай, если вы, опять же, не видели это в предыдущем видео, это Nokia Lumia 1520, жаль, что в ней нет таких возможностей, аппаратных клавиш, и вообще, аппаратной клавиатуры, за аппаратную клавиатуру в Nokia Lumia 1520 убил бы, то есть, если бы была такая раскладушечка тоненькая, в хорошем смысле, убил бы, увидимся, подписывайтесь на канал, с вами был я, Игорь Шеститко, GXDS 5800, игровая приставка, телефон, эмулятор, ну, и компания Tinedil, которая это все мне продала и привезла, удачи, счастливо!